Всем привет, с вами Прео, и сегодня мы немножечко поговорим о луте в дополнении Shadowlands. Как мы прекрасно знаем, дополнительной добычи вообще в принципе не будет. То есть монетки просто-напросто уходят в небытие, мы забываем о них, и в дополнении Shadowlands их не будет. Это грустно и печально. Ну то есть таким образом мы просто меньше будем вещей лутать вообще в принципе. Также, если упомянуть систему Mefik+, то скажем так, она возвращается к своему исходному состоянию, то что мы видели в первый месяц в момент старта Легиона. То есть чем быстрее вы закрываете ключик, тем условно больше сундуков вы видите, и при этом больше лута лутаете. Та же система будет и в дополнении Shadowlands, если конечно к релизу ничего не поменяют. То есть если вы кроете ключик не в таймер, то там вообще по-моему вы лутаете одну шмотку на всю группу. Это печально, это реально печально. Вот. Касательно все-таки дополнительной добычи, есть некоторые интересные задания, многие люди о них забыли к концу БФА. Я же просто-напросто хочу освежить вам эти знания. Поехали. Первый сундучок из замка Нафрия, это сундучок с 200 итем левелом. Лутаться он будет, собственно как и раньше, источник абсолютно такой же. Прохождение пяти подземелий в режиме путешествий во времени. Легко и просто берем, лутаем его 200 итем левел, это итем левел нормала замка Нафрия. И если опираться на обновление 8.3, если опираться на те сундучки, которые мы лутали в этот момент, то в теории может упасть луты с ласта и с пред ласта. И таким образом можно будет полутать не 200-ю вещицу, как с первого по восьмого босса, а 207-ю. Например, с десятого по десятого босса. Ну, то есть пред ласт и ласт получается. Первый сундучок, пять таймволков. В активную неделю таймволков просто проходим их и лутаем любую 200-ю вещицу. Это может быть пушка, это может быть какой-нибудь элемент экипировки. То есть вообще абсолютно хоть что, 200-е или 207-е. Ну, посмотрим. Второй сундучок. Героический. Героический сундучок, он аналогичен. То есть тоже дается в определенную неделю квестик на прохождение четырех эпохальных подземелий. Проходим четыре эпохальных подземелья, можно даже мифик плюс, как вариант, без разницы в таймер или не в таймер. И по итогу мы лутаем сундучок, в котором будет 213-го итем-левела вещица. Ну, то есть если опираться на ранее сказанное, на то, что было в 8-3, может быть мы будем лутать вещицы из ластов, и таким образом мы будем лутать 220-го итем-левела вещицу. В тот момент, когда в сентябре я создал монка на ПТР-сервере, на бете, получилось так, что этот квест на четыре эпохальных подземелья, он давал 220-ю шмоточку. То есть, возможно, что-то еще поменяется, но как вариант, то есть мы можем проходить таймволки в определенную неделю, мы можем открыть эпохальные подземелья в определенную неделю, и таким образом мы будем получать, ну, хотя бы какую-то дополнительную добычу для мейна и для твинков. То есть, мейну будут более актуальны какие-либо герои к шмотке, с целью того, чтобы закрыть какие-то пробелы в своем эквипе, скажем так, потому что, ну, мейны обычно там в эпохальных рейдах участвуют и все такое прочее, а твинкам это вообще просто замечательно, то есть получить какую-то стартовую небольшую экипировочку будет довольно-таки неплохо. Ну, еще вопрос хороший, что будет лутаться с таймволков, то есть какого итем-левела вещицы, но, как говорится, поживем и видим. Вот, надеемся, что все-таки выход Shadowlands будет хорошим и все будет замечательно касательно и итем-левелов, и всяких сундучков, и механики классов будут нормальные. Не зря же его отложили. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылочках в описании. Также, я думаю, вопросики будут и про эту таблицу. Касательно этой таблицы есть отдельный видосик, но я скину в описании и саму табличку, и, собственно, видосик касательно нее. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok